Очень рад вас приветствовать в стенах старейшего трамвайного парка в год 110-летия Петербургского трамвая. И это знаменательно то, что именно из ворот этого парка вышли первые трамвайи на самый первый маршрут, который 29 сентября 1907 года пошел по улицам нашего города. И Санкт-Петербургский трамвай стал очень после выпуска динамично развиваться. Трамвайи пошли сразу по всем основным магистралям города. И вот это развитие его сохранилось до наших дней. И очень приятно, что вот это развитие трамвая одновременно происходит с общением с президентской библиотекой, которая нам передает эти материалы в год 110-летия. Материалы очень интересные, потому что у нас есть, конечно, свой архив, мы храним документы, но они касаются в основном эксплуатации. А вот тот момент, как проходила подготовка, потому что она проходила очень непростых условиях. Трамвай в Санкт-Петербурге очень отставал от своих других городов. Он был всего лишь стал 26-м городом по щеку в Российской империи, где был запущен элитарический трамвай. Дело в том, что владельцы полной железной дороги не давали возможность своевременно запустить трамвай в ногу со временем. Но это дало возможность обобщить опыт различных городов, как Европы, так и нашей страны, и построить самый лучший трамвай. Так вот эти документы, которые сейчас нам будут переданы, они именно и освещают именно тот процесс проектирования, обсуждения. Какие-то неосуществленные проекты, которые... Некоторые из них были осуществлены значительно позже, чем они были запланированы, но некоторые так и не были вообще осуществлены. Но все равно нам это очень интересно, потому что наш музей именно знакомит с историей транспорта, электрического транспорта. Мы рассказываем о его перспективах, о перспективах... Трамвай не сказал своего последнего слова. Трамвай будет обязательно развиваться и заказывать свои преимущества. Провозная способность, экологичность транспорта. Поэтому мы смело смотрим в будущее, и то, что мы знакомимся с историей, обобщаем это все. И это, я считаю, что будет очень полезно. Разумеется, вот эти материалы будут использованы в подготовке выставки. Мы готовим выставку, посвященную 110-летию трамвая. Они обязательно будут все участвовать и освещать в тот период времени. Также мы, руководители предприятия, заключили соглашение с президентской библиотекой о том, что мы будем сотрудничать и в дальнейшем, потому что материалов очень много. Мы можем друг друга дополнить общением, экскурсиями, и это продолжится. Также я хочу пригласить сотрудников библиотеки, всех присутствующих на празднование 110-летия Санкт-Петербургского трамвая, которое будет состоиться 30 сентября на Кромверском проспекте. Это будет большой праздник для горожан, для гостей города. Мы покажем все наши новейшие достижения, расскажем о ветеранах исторического пути трамвая. Поэтому буду очень рад. Ну, а сейчас позвольте обменяться соглашениями в нашем сотрудничестве. Все подписано, все в порядке. Спасибо.